Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь. Всех вас с праздником Рождества Христового. Вы милостью Божией дожили до этого светлого праздника. Непродящий год действительно был нам большим испытанием, всем людям. И мы понесли потери, которые можно назвать невосполнимыми. Немало людей погибло от этой болезни, инфекции. Немало людей болеет сейчас, борются за жизнь, и врачи, и больные люди. И мы молимся на каждой липе, чтобы Господь, по-моему, меня исцелил. И отогнал от нас эту болезнь. С другой стороны, хочется поблагодарить Бога и людей за то, что в трудные моменты не только эпидемии, а вообще в трудные моменты жизни и храмовой, и нашей общей жизни мы все-таки не оставляли друг друга. Мы все-таки пытались чем можем, помогать друг другу. И к празднику Рождества Христова не только сотрудники нашего храма, но и вы, прихожане, тоже каждый, чем мог, помог, и украсил. И я думаю, что вы чуть-чуть заметили, что у нас красота все-таки в храме. И на улице тоже Господь послал такую красоту. И опять же, не могу не сказать, что для кого-то это воспроизводение, для меня это очередное чудо, то есть планино, но все-таки в храме. Обычно нам наш хороший друг из Москвы привозил елки к Рождеству Христову. От продажи у некоторых людей остаются елки, и он привозил. В этом году не получилось. И я что-то забыл, как-то надо было обратиться к людям, забыл. И вот звонит рукой мой, хорошая работодача, и сам спрашивает у меня, отец, вам делать-то не нужны? Да, я говорю, ну, когда вот так получилось, что нужно и нет. И он привез ее у нас в общей сложности, наверное, в 50-е он получил, чудесным образом, не загадывая, не прося об этом. Господь сам позаботился об украшении храма своего. И за это тоже слава. И спасибо всем вам, дорогие братья и сестры, что у вас есть стремление к Господу Богу. Конечно, мы можем все сказать, да, у нас слабые стремления, и мы зачастую делаем и шаг назад, и 10, и шаг вперед, и 10 назад. Бывает и такое. Но все-таки мы не теряем надежды и упование, мне это очень важно, что мы не теряли никогда надежды и упование на Бога, во спасение, спасение нашей души. И мы, прибегая к истинному Богу, мы видим, как Господь действует в нашей жизни, в жизни нашей педагоги. Мы видим, что молитвы, которые мы возносим Богу, они имеют результат. Они помогают нам, помогают живым людям, усовшим людям. И тот пост, который мы с вами проходили, и который сейчас закончился практически, это пост, очередное испытание нам, благословленное Церковью, для того, чтобы христианин в течение 40 дней сражался за свою душу, за то, чтобы в ней насадить добродетели, не греби и пороги, чтобы угнестились, нашли в ней место, но чтобы наоборот, Светом Божественным, всю душу нам озарить, увидеть малейшую нечистоту нашей жизни. И, как говорят судьберцы, многое Богом заложено нам, но мы это многое нередко извращаем. Например, гнев заложен человеку. Гнев. Но не друг другу, а на гени. На дьявол, на зло. Заложено Богом также насыщать нашу телесную природу пищей. Пост учит нас, чтобы мы проще относились к еде, чтобы мы не справили чрево на уровень Бога. Некоторые насыщения чрева превращают в религию. готовят. Вы знаете, как святые писали. Чегоугодники ждут окончания поста, чтобы прославить чрево. А люди духовные ждут окончания поста, чтобы прославить Бога. И вот кто является для нас Богом? Чрево или истинный Бог, Христус, Бога Божьего? И опять же, Сам Господь учит нас тому, что Он в Евангелии сказал всему человечеству. «Посмотрите, говорит, на птиц небесных и на лилии полевые, которые не ведут, и на птиц небесных, которые не пашут, не сеют, и Отец небесный питает их». И казалось бы, Царь царей и Господь господствующих, всесильный и всемогущий Бог, Творец неба и земли, придя на землю, должен был уж родиться где-нибудь в дворце с огромным количеством прислугий. Есть такое? Нет? Учит Господь нас божественного смирения. Оно божественное. Это добродетель, она только христианская. Никакая другая вера не скажет, что надо смиряться. Господь учит нас смирение, начиная с Рождества. Родился, от Пресвятой Девы Марии в убогом вертепе. Вертеп это у нас, знаете, мы ее смотрим на вертеп, красиво, все здорово, все хорошо, нам радостно. Вертеп закон для скота. Ясли, куда положили Господа, это коронушка для скота. Для нас ведь сейчас уже непонятно, что такое хлеб. Хлеб, знаете, кто-то еще помнит, да, в деревне когда-то бывали, ну, говорит, грязно, как в клеву. Что-то, говорит, так живешь, грязно, как в клеву. Господь родился в клеву. Ну, только этот вариант Востока, Ближнего Востока, где хлебом была пещера закон для скота. И вы знаете, что на иконах даже изображают вола и осла над слонившимися над яснями Господа Иисуса Христа. Это случайно? Это потому, что он в трибу родился, или что-то в этом есть? Конечно, в этом есть явное пророческое указание на то, что один из пророков Ветхозаветов сказал. Вол и осел познал своего дворца. Израиль не хочет знать. Посмотрите, астрологи из Персии, мудрецы, астрологи, ну, казалось бы, язычники, закоренелищие, которые Бога истинного не знают. Их Господь привел на поклонение к себе. Пастушков, которые пасли стадах, самые простые люди, ну, просто такие в деревне никто, самые простые люди, и им Господь им славу небесную они тоже пришли, поклонились к искоро девушкам. Но слишком умные, слишком начитанные фарисеи, саддухеи и Ирак великий, убийца великий, не приняли Христа спасителя, не захотели, больше возлюбили человеческую славу, нежели славу Божию, не захотели поклониться родившемуся Богу Владимцу. Мы с вами счастливые люди, что мы с вами знаем истинного Бога, к сожалению, иногда отступаем, грешим, но мы знаем этот истинный Бог. Для нас нет вопроса, как, знаете, Бонти Милат, беседуя с Господом, пожав плечами, сказал, а что есть? И ушел Господь. А для нас нет вопроса, что есть? Мы знаем, кто истинный, истинный, как Иисус спаситель. Он осветил весь мир, потому что Он является Богом отцом, а ради нашего спасения Он стал еще и полноценным, настоящим, истинным человеком. И таким человеком, которым бы Он хотел, чтобы мы были каждый из нас. Таким человеком, который является образцом для каждого крестьянина. И Христос Спаситель учит не просто словами, ведь мы с вами открываем в Англии Атарфея пятую главу, наборную проповедь, вы на ней себе знаете, когда Господь сел на горе и отверстие уста учил. Что значит? Отверстие уста и еще можно учить не отверзая уста? Можно учить не отверзая уста? Можно. Пример в своей жизни Господь когда и молчал учил, и когда говорил учил. Это наш Господь. Так вот, мы с вами, дорогие братья и сестры, освящены и посвящены не какому-то ложному Богу, а истинному Богу, который свят и пресвят и всесвят. И Господь взыскует от каждого христианина совершенство жизни. Нам, конечно, у нас есть очень объективная, очень важная причина, чтобы не совершенствовать жизни. Такая важная причина. Выброси ее, если выброси. Был старец у нас, если вы помните, они в России в советское время и уже в постсоветское время в отреи Николай Бурьянов в острове Коколамс. И вот он уже болел, ему уже тяжело было за 90 лет. И ему монархиня одна, которая помогала, говорит, батюшка, вы уж отдохните. Он поднялся, матушка, отдыхать грехно. Отдыхать грехно. Да, конечно, мы с вами должны восстанавливать силы свои и не отдыхать тоже должны. Но отдыхать так, чтобы порвать 10 баянов, заснуть под лавочкой и не треснули, или еще и по морде получить, или дать ему туда, это опыт. Это христианский опыт. Это христианский. Боюсь, что мы сильно заблуждаемся по многим вопросам. так что, братья и сестры, хотелось бы пожелать нам с вами отметить окончание поста не обведением, не пьянством, не пустословием, и уж тем более пустословием или осуждением людей, а благочестивой святой христианский жизни. Я напомню девиз апостола Павла. Вы сейчас мне подскажете, да? Непрестанно молитесь за все благодарите. Что еще? Всегда радуйтесь. А первое, всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Ибо такова воля Божия у вас во Христе Иисусе. Всегда нужно радоваться. Есть у нас причина, чтобы радоваться сегодня? Да, Бога причина. А мы можем сказать, слава тебе, Господи, что я все еще жив. Мы сегодня очень понимаем, что, да, мы еще живы. Как хорошо. Слава Богу. Непрестанно молитесь. Вот такой старец на армоне преподобный теперь уже прославленный святый, старец Иосиф Исихаса. Он учеников своих учил. Произноси молитву Иисусу, даже словно. Работаешь там, что-то делаешь, моешь пол, там, вытираешь, огород возделываешь, или просто идешь на дороге. Говорит, Господи, Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй имя грешного. Господи, Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй имя грешного. И что ты помогла? Это неудобно как? Неудобно. Неудобно исповедовать имя Христова. Сегодня это неудобно. Стыкно. А что Господь Иван говорит? Кто простудится меня, его и слов, давай я, Господи, когда приду во славе Своих. Со святыми ангелами восстыжусь такого христианина. Хорошо, не можешь слух произносить, не можешь за себя произносить. Есть у тебя премия. Ну, например, человек вышел погулять на Матфудах, нечего, да? С одиннадцатой Христианской занимается. Вот читай этот христианин. Кто тебе мешает? Осветись сам. Помните, священник, когда возглашает Бог, Господь и Иисусе нам, то второй стих звучит так. Обышевшее, обыдошенное и именем Господнем противлямся им. То есть, окружили меня родимые, и чем я противлялся, противился им, сопротивлялся. и именем Господня. Слышите? Имя Христова имеет непобедимую силу и бьет на повал врага. Стесняйтесь? Не стесняйтесь. Имени Христова не надо стесняться. Креста своего надельного не надо стесняться. Быть нужно христианином до конца жизни. Какую награду мы за это получим? Некоторые мало ценят. Кажется, некоторым людям Царство Небесное и поставление Одесную Бога это кажется малостью. Вот это да. Да если мы встанем Одесную Бога вместе со святыми ангелами, с пресвятой Благоводицей и со святыми угодниками Божиими, неужели это не великая честь для человека сказать, услышать, вернее, услышать от Бога слова «Ты спасен!» Вниди в радость Господа Твоего, ибо ты был в малом верен и я тебя поставлю над ноги да хотя бы просто войти на прайк, как покаявшийся благоразумный разбой. Не буду, братья и сестры, вас долго задерживать. Хочу еще раз поблагодарить всех вас за то, что вы любите храм за то, что вы стараетесь сражаться за свою душу, продолжайте бороться за спасение своей души. Подрезайтесь за спасение своей души, потому что она дороже всего мира. И не надо разминивать свою душу на какие-то ничтожные удовольствия, которые губят нас, ни на обритение, ни на блуд, ни на воровство и ни на какие-то другие грехи. Пусть Бог усовершит наши души, укрепит нас добродетелем, чтобы люди, смотря на православных христиан, прославляли Бога и радовались бы о том, что мы, христиане православные, проводим жизнь Богом угодным, благочестивым. Дай Бог всем нам благословения Божьей радости о родившемся Христе Спасителе, который сокрушает всякую нечистосу, всяких идолов, которые мы придумываем в своей жизни и прокладывает нам прямой путь к Царству и Небесу. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова